МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события – факты и комментарии. В начале выпуска – коротко о главном. Пьяный сельчанин хотел увезти с территории школы первоклассницу. Этот дяденька так и так сказал Раянке, девочка, пойдем ко мне домой. Твоя мама на работе. Она заберет тебя после работы с моего дома. Врезался в бетонную опору. 33-летний водитель погиб в результате ДТП. Когда ждать первой заморозки в сентябре, рассказали синоптики. Известная павлодарская журналистка представит Казахстан на берлинском марафоне. Жительница Кенжиколь заявила о попытках односельчанина увезти ее дочь. По словам Асель Томатаевой, она пришла забирать детей из школы и заметила на территории подозрительного мужчину. Спустя несколько минут ее племянница рассказала, что незнакомец предложил сестренке отправиться с ним домой. После этого женщина стала бить тревогу. А все подробности в первом сюжете. Асель Томатаева пришла в Кенжикольскую школу за своей племянницей. Девочка вышла вместе с одноклассницей. В это время на крыльце стоял мужчина. На него женщина обратила внимание сразу, но не придала значения. Сама стояла издалека и ждала свою родственницу. И она прибегает, говорит, тетя Асель, вот этот дяденька, так и так сказал Раянке, девочка, пойдем ко мне домой. Твоя мама на работе. А она заберет тебя после работы с моего дома. А я стою сзади Раяна и говорю, типа, нет, нас тетя Аселя заберет. По словам Асель, учитель в это время рассаживала детей по школьным автобусам. Говорит, вины педагога здесь явно нет. Успеть все она не в силах. Женщина бросилась на помощь к охране, но сразу никого не нашла. Директор учебного заведения пояснила, вахтер делал в это время обход. И да, сотрудники также ответственны за развозку учеников. Есть три школьных автобуса. Мы подвозим детей с сел Байдала, Долгое, Авиагородок и окраины села. Это четвертый, пятый заезд. В автобус у нас садят. Есть в автобусе сопровождающий учитель, который садит детей и развозит по дому. Асель Каматаева считает, должным образом защищать детей должно охранное агентство. На то они и находятся в школе. Взваливать всю ответственность на педагогов неправильно. Между тем, женщина добилась того, чтобы подозрительного мужчину задержали. Мама девочки, которой Уньяховил предлагал с ним прогуляться, написала заявление в полицию. Данный факт зарегистрирован в южном отделе полиции. Личность мужчины установлена. Им оказался 34-летний сельчанин. Данный гражданин был помещен в центр временной адаптации и детоксикации для подрезвления. По данному факту полиции южного отдела города Павдара проводится проверка. Стражам порядка предстоит установить все детали обстоятельств. О возбуждении уголовного дела пока не говорят. Между тем, Асель Каматаева рассказала, именно этого мужчину видят на территории школы не в первый раз. Женщина призывает родителей быть максимально бдительными. Артем Клеван, Асанали Ахмеджан, телекомпания «Ирбис». Павлодарца осудили за то, что он избил свою мать. Конфликт между родственниками произошел в Международный женский день. Дама вместе с сыном распивала спиртное и стала ему высказывать претензии за то, что он слишком много пьет. Конфликт обернулся двумя ударами в лицо. Пострадавшая угодила в больницу. В отношении мужчины открыли уголовное дело, которое дошло до суда. Но высказать мнение о поступке своего чада Павлодарка не смогла. В мае она скончалась от цирроза печени. По приговору обвиняемому назначили 4 года ограничения свободы. Двух Павлодарцев наказали за экстремистские публикации. По информации сайта телекомпании «Ирбис» – irbistv.kz, а также инстаграм-аккаунта irbis.tv, в ходе мониторинга соцсети ВКонтакте полицейские обнаружили религиозные публикации у мужчины 40 лет и 30-летней женщины. Спонсор рубрики новости из соцсетей – агентство недвижимости «Реал». Агентство недвижимости «Реал». Ваш надежный партнер на рынке недвижимости. В управлении по противодействию экстремизму пояснили, для распространения и реализации литературы религиозного характера необходимо иметь соответствующее разрешение, которого у обвиняемых не было. На изъятые материалы назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение. Нарушителям грозит штраф до 69 тысяч тенге. Водитель погиб, врезавшись в бетонную опору, сообщает инстаграм-аккаунт irbis.tv. 33-летний мужчина не справился с управлением. В результате ДТП он от полученных травм скончался на месте происшествия. Там поворот крутой, соболезную. Поздравляйте в комментариях своих родных и близких с праздниками, событиями и важными датами. А лучшие отклики мы покажем в эфире. Не забывайте отмечать тех, кто поздравляет и писать их имена. Поздравляем с днем рождения главатскую Надежду Васильевну. Здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Айнура, с 20-летием. Пусть всегда рядом с тобой по жизни шагает удача, любовь, успех. Поздравляю сына Копарова Жаната Сериковича с днем рождения. Желаю успехов в работе, здоровья, долгих лет жизни, большого семейного счастья. Весь спектр услуг в сфере аренды, купли-продажи, недвижимости. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наша компания специалистов поможет решить любой ваш вопрос. Цените свое время и доверяйте его профессионалам. Всех ждут по адресу. Улица Генерала Дюсенова, 117, 2 этаж, 206 кабинет. Телефон 62 60 65. Первые осенние заморозки в Павлодарской области ожидают только к концу сентября. Об этом рассказали синоптики. Температура воздуха в ближайшие две недели. Ночью будет в пределах 7 градусов тепла, а днем достигать плюс 20. Сентябрь этого года, говорят синоптике, выдался дождливый. Количество осадков уже выше нормы. При этом наблюдаются грозы, которые обычно не свойственны первому месяцу осени. Температура воздуха, отметили специалисты, в целом стандартная. В среднем 11-13 тепла. В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по области будут отмечаться дожди. Дневные часы с грозами, ночью и утром местами туманы. И температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем до 15-20 тепла. Дожди также будут периодически лет до середины следующей недели. После установится сухая погода, однако солнечно будет недолго. Первые заморозки ожидаются уже в конце сентября. Какой будет в целом осень, говорить сложно. В долгосрочном прогнозе в октябре температура воздуха выше нормы на 1 градус. Арсен Клеван, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Сейчас быстро пролетит реклама, а затем в программе «Отдых» для души и здоровья ветераны акционерного общества ЕЭК посетили живописный уголок нашего региона. Радость старшего поколения. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы навестили постояльцев дома престарелых. Марафон в Берлине. Жительница Павлодара пробежит легендарную берлинскую дистанцию. Спорт с Артемом Булановым и специальный инфоблог. Скоро продолжим. Надоели сквозняки? Плохо закрываются окна? Беспокоитесь за безопасность ваших детей? Ремонт окнопласт спешит на помощь. Сервисное обслуживание и ремонт пластиковых окон с предоставлением гарантии на качество выполненных работ. Замена уплотнителя, стеклопакетов, установка откосов, отливов, замена подоконников, пластиковых порогов, ручек, фурнитуры. В Павлодаре и Аксу диагностика бесплатная. В близлежащих селах – 1000 тенге. Ремонт окнопласт предлагает самые выгодные условия. При ремонте двух и более окон регулировка створок плюс чистка механизмов в подарок. Также действует специальное предложение для пенсионеров и льготников. Скидка – 10%. Оформить заявку и вызвать специалистов на бесплатную диагностику можно в удобное для вас время. Обращайтесь по телефону 8 747 816 1902. Ремонт окнопласт. Поможем. Улучшим. Утеплим. Все мы помним с детства головокружительный запах свежеиспеченных пирогов. И сейчас пироговая лавка перенесет вас в то волшебное сладкое время. Чем же пахнут их пироги? Теплом бабушкиных рук, маминой заботой, домашним уютом и добротой. Это не просто обычная пекарня, а место, наполненное необыкновенно вкусной выпечкой. Всегда горячей и свежей. Ее вкус забыть не получится. Горячий пышный мякиш, аппетитная румяная корочка и много сочной начинки. Ммм, пальчики оближешь. Забрать пироги вы можете сами или заказать доставку по номеру 8708 504 0169. Пироговая лавка. Пекут с огромной любовью. Скоро той! Вся это жалда с Бинго той! Национальная лотерея разыграет мегапризы на тираже Бинго той. Не упустите возможность выиграть джек-пот, автомобиль, ноутбуки, айфоны и множество денежных призов. Праздничный тираж Бинго той состоится 24 сентября. Билеты уже в продаже. Подробнее в местах продаж и на сайте az.kz. Город Павлодар. Со 2 по 28 сентября в бизнес-центре Алтын состоится большая ярмарка Унты Якутии. Действует рассрочка 0%. Ждем вас. Площадь Победы 25. Бывший кинотеатр «Аврора». Отдых для души и здоровья. Ветераны акционерного общества ЕЭК снова посетили живописный уголок нашего региона. О сотрудниках почтенного возраста на предприятии не забывают никогда. В бархатный сезон поездка на озеро Жасыбай для них стала уже доброй традицией. Мы веселые девчата. Никогда не пропадем. И с победой мы уйдем. С таким настроем сюда приезжают все. Осень для ветеранов электростанции – пора особенная. Впереди несколько дней комфортного отдыха на лучшей базе Жасыбая. Отличное питание, горный воздух и живописные пейзажи. Да и погода не подвела. Каждый год мы приезжаем в Байнау. У нас всегда встречают тут очень хорошо. У нас всякие игры тут. Всякие эти Галина Григорьевна ведет. Большие эти для здоровья, физкультуры, всякие эти конкурсы проводят. Нам очень нравится. И всегда у нас 8 марта, день пожилых, день энергетика. Для пенсионеров электростанции отдых в Байнауле расписан по минутам. Впереди несколько дней с насыщенной программой. Прогулки, викторины, спортивные и интеллектуальные конкурсы в акционерном обществе Евразиатской энергетической корпорации стараются, чтобы отдых был комфортным и интересным. Туристический огонь на лесной маяне. Для ветеранов любое мероприятие от Евразиатской энергетической корпорации большой праздник. В этот раз в Байнауле отдохнули почти 100 ветеранов. На предприятии Мурат Азаматов отработал 40 лет. А общение здесь со старыми друзьями прибавляет сил и здоровье. Работал машинистом энергоблока. И вообще прелесть. Я не знаю, условия такие вообще приятные. Ну и как сказать, именно благодарен. А что, действительно, кто будет заботиться о нас, пенсионерах. И пожелаю всем пенсионерам здоровья, всего самого хорошего. На электростанции своих пенсионеров не забывают никогда. Помогают и обеспечивают самым необходимым. Продуктовые наборы, медикаменты, дрова и уголь. Этот уикенд в бархатный сезон удался. Отдохнувшие и помолодевшие оксакалы уже строят планы на следующий год. Елена Белоградова, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Сегодня нам о них расскажет. Азамат Айтхалин. Я тебя приветствую, Азамат. Часто ездишь в автобусах? Почем нынче билет? Привет, Владимир. Давно не ездил, но в Бюро национальной статистики посчитали, сколько тратят казахстанцы. Здравствуйте. Проезд в городских автобусах дороже всего обходится жителям Алматы, Кокшитал и Костаная 100 тенге, если оплачивать транспортной картой. Самая популярная стоимость одной поездки при электронной оплате составляет 80 тенге. Такой тариф в Актобе, Атарау, Караганде, Уральске, Петропавловске, Семее, Талдыкургане и в нашем городе. О строительном магазине 12 месяцев беспрецедентная акция «Квартира за 50 тысяч тенге». Такого еще не было. 6 миллионов бонусов, 6 городов, 6 квартир. Для участия необходимо приобрести товар на сумму от 50 тысяч тенге. Купоны присваиваются только кратно сумме покупки при предъявлении бонусного приложения 12 месяцев в момент оплаты на кассе. Чеки не суммируются. Подробнее об условиях узнавайте по телефону 60 0067 или в инстаграм-аккаунте 12мвпвл. Одни наряды подчеркивают фигуру, другие – благосостояние. В платьице ПВЛ по адресу торговый дом «Квазар», первый этаж, бутик 2, 233, вы найдете то, что вам нужно. Все платья по 4,5 тысячи тенге. Регулярное обновление моделей. Приходите, вас приятно удивят новинками. Где самая стильная, удобная и качественная обувь? Конечно, в салонах «Ральф Рингер». В наличии осенняя коллекция для мужчин и женщин. Европейский производитель уделяет большое внимание подошве, поэтому любители пеших прогулок по достоинству оценят эти модели. Комфортно гамм обеспечивают удобная колодка широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар», «Бутик 221», «Артур 2», «Бутик 356» и в старом «Цуме» «Бутик 22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель», «Бутик 22». В завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит 467 тенге, евро 500, рубль 4,90 тенге. У меня на этом все. Владимир. Спасибо, а мы продолжаем выпуск. До 20 сентября в Павлодаре обещают завершить ремонт сетей тепловодоснабжения. Об этом сегодня заявили в отделе жилищной инспекции. Там же обозначили сроки восстановления благоустройства. Продолжит Асель Аскербекова. В Павлодаре продолжаются работы по подготовке домов к отопительному сезону. По сетям тепловодоснабжения проводится капитальный ремонт. Поэтому водители и пешеходы заранее выбирают удобный маршрут. Однако уже скоро все улицы будут открыты для движения. По сетям тепловодоснабжения имеются участки, на которых проводятся капитальные ремонтные работы. Одним из таких участков является участок Магомбетово-Комсомольское. На втором участке по улице Ломо в границах улиц Нуркина и проспекту Назарбаева на этих участках работы на стадии завершения. На сетях водоснабжения производятся работы по капитальному ремонту водопровода течнической воды по улице Камзина-Аймолутова. По словам коммунальщиков, до 20 сентября ремонт коммуникаций будет завершен. Полностью благоустроят все участки и отремонтируют дороги до начала отопительного сезона в течение двух недель. Аселя Скирбекова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Привести в порядок территорию возле дома по улице Камзина просят зрители. По словам людей, после ремонта труб трассу не утеплили, а плиты перекрытия сломали. Но не только это сегодня в постоянной рубрике «Ирбиса». Сейчас увидим все подробности в мобильном приложении. Спонсор рубрики «Мобильное приложение» ТВ плюс Казахтелеком. Подключайте ТВ плюс и наслаждайтесь любимым контентом. Вот остановка «Батермол», видите, там проваливается. Они вот здесь рыли, то ли водоканал, то ли тепловые сети. Вот здесь рыли, поменяли трубу, которую не изолировали. Сломали бетонные плиты, дом Камзина 106, 280 квартир. Вот все это с июня месяца не сделано. Стороны улицы Машфоржусопа. Лет пять назад тут собирались делать какую-то пристройку. Мы, жильцы нашего дома, были против. Но вот этот вот заборчик так и остался. Сколько уже лет прошло. И даже столб использовали для ПГ. Просим вас окликнуться представителям Акимата или какой-то строительной организации окликнуться на вот такие вот нюансы. Вот это вот тротуар, бордюр на Мангельдах в таком состоянии. Такие лужи стоят здесь. А еще хотелось бы показать тротуар, по которому сейчас начался учебный год. Вот смотрите, как вот, вот он закончился здесь. Как здесь проходить? Сейчас сегодня еще особо дождя не было такого. А скоро начнутся дожди, осень. Это будет полный четвертый. Как переходить дорогу с детям? С детям. Я бы хотела посмотреть, когда... Пусть попробуют таким городом пойти здесь. во время дожди, когда вот дожди идут, после дождей. Я не говорю прям во время дождя. После дождя хотя бы. Здесь всегда стоит вода. С утра до вечера бегают на Мира-21 собаки. У нас тут школа, рядом детский сад. Они с утра до вечера пугают людей, пугают детей. Вот посмотрите, машину поставил на тротуаре. Как можно пройти? Это Назарбаева-5 и Назарбаева-7. И детская площадка, вот между ними. Как можно поставить их? Я не знаю вообще. Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ Плюс от Казахтелеком. Время коммунальной сводки. Ее ведущая Алина Тимиргалиева. Здравствуй, Алина. В редакцию сегодня обратилась жительница многоэтажки по улице Назарбаева. В чем там проблема? Приветствую, Владимир. Проблема в периодических потопах ее квартиры. Здравствуйте. По словам Раиды Беловой проблема не решается уже несколько лет. Она боится включать свет, поскольку может оказаться пораженной током. Пенсионерка обращалась во всевозможные инстанции, но четкого ответа так и не получила. Все сухо, но меня топят. Два холодильника сгорели. Лампы погорели в ванной и в туалете. Теперь в калидоре замкнуло. Я целые сутки сидела без света. Пока с горем пополам нашла человека, который сделала мне ремонт, уплатила 115 тысяч с пенсии. Думаю, лучше я просижу на сухом хлебе, но буду, хоть это не будет топить. Из-за проблемы пенсионерка поменяла часть проводки. С нашей стороны был направлен запрос в Акимат и жилинспекцию о необходимости провести проверку и выяснить, где течь. А я напоминаю, по номерам указанной на экране вы можете пригласить нашу коммунальную сводку к себе и заявить о проблеме в эфире новостей телекомпании Ирбис. Это может быть отсутствие воды или непонимание со стороны обслуживающих организаций домов. А на этом у меня все. Передаю слово Владимиру. Что еще интересного в новостях? Благодарю. Это была коммунальная сводка, а мы продолжаем. Ученики Павлодарской Назарбаев интеллектуальной школы навестили постояльцев дома престарелых. Подростки приготовили для пенсионеров развлекательную программу и подарки. Радость старшего поколения увидела моя коллега. В доме престарелых на данный момент проживают более 200 человек. Скрасить их будни пришли волонтеры клуба «Забота» из Назарбаев интеллектуальной школы. Приезжают в гости старшеклассники вместе с учителями каждый год. Вот и в этот раз порадовали постояльцев вниманием и организовали интересный досуг по трем направлениям. С книголюбами обсуждали прочитанное, творческие пенсионеры почувствовали себя художниками, а интеллектуалы вели шахматные баталии. Наша главная цель – это воспитать молодое поколение, которое будет уважать взрослого поколения, которое будет чувствовать ответственности. И мы хотим, чтобы наши взрослые провели хорошо свое время. Именно поэтому сегодня мы пришли с такой небольшой шоу-программы. Активных участников мероприятия наградили благодарственными письмами. И абсолютно каждый постоялец получил подарки. Волонтеры из НИЖ привезли для них продуктовые наборы, книги, полотенца. К слову, школьники помогают не только дому престарелых. Находят время сделать уборку, купить продукты или полить огород одиноко проживающим павлодарским пенсионерам. Александра Петрова, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». Жительница Павлодара пробежит легендарный берлинский марафон. Это один из самых престижных забегов в мире. Проводится он уже 50 лет. Всегда торжественно и очень солидно. В юбилейный год честь представлять нашу страну выпала Акмарал Есимхановой. Проводил девушку в добрый путь журналист Артем Буланов. Берлинский марафон имеет недосягаемую платиновую отметку Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Именно здесь были установлены 12 рекордов планеты. Преодолеть почти 43 километра отважилась хрупкая девушка из Павлодара Акмарал Есимханова. Журналистка, спортсменка и просто красавица выиграла этот шанс в лотерее. Ведь обычные любители бега не допускаются к этому событию. Только айронмены и ограниченное число чемпионов из каждой страны. Подготовка к марафону это очень ответственный шаг. Это не значит, что каждый день бегать надо по 10 километров, либо 8, либо 6. Это требует дисциплины, стабильности. Конечно, как я говорила, большое ответственность за свое здоровье. То есть, чтобы к этому прийти, я, допустим, прохожу обязательный ЧК по обследованию. Ищу тренера, чтобы с ним переговорить, как работать. Мы разрабатываем стратегию, в том числе, как бегать на дистанции, как себя вести, как питаться. Мы тестируем энергетические гели. То есть, это тоже питаться на дистанции очень важный момент, потому что надо рассчитать свои силы. Абсолютный рекорд берлинского марафона принадлежит кенийцу Элиудзе Кипчоге. Он преодолел 43 километра за 2 часа. Весь Казахстан будет поддерживать Акмарал в день старта 21 сентября. Самое важное – преодолеть себя и выйти за грани своих возможностей. Артем Буланов, Асанали Ахмеджан, телекомпания «Ирбис». Баскетбольный клуб «Иртыш» удачно стартовал в молодежной лиге Казахстана. Команда из Павлодара в пятерке сильнейших коллективов страны после первого тура. А еще больше новостей спорта сразу далее. С ними вас их познакомит Артем Буланов. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вне закона, какая азартная игра может привести к уголовной ответственности и к кого в итоге привлекут, обсудим в студии. Штраф за экстравагантность участников свадебного кортежа привлекли к ответственности. На особом контроле в палдарских супермаркетах установили камеры с функцией распознавания лиц. Базу внесли склонық кражам и находящихся в розыске. Смотрите в проекте «Сигнал» на «Ирбисе». Форсаж техникалық кызмет көрсету станциясы жемел және бейттеге. 4-метрлік коммерциал көліптерге техникалық жөндеу кызметтерін атқарады. Сонмен қатар, донғалар кеометриясын тексеру камераны реттеп шыыналарды орнатады. Форсаж техникалық кызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналмажолы 4 бөлшек 1 пайланс телефоны 8771 425 700. Сонмен қатар, донғалар кеометриясын мекен жайы шағын айналмажолы 4 бөліптерге техникалық және бейттеге. Причем в очередной раз на льду. В составе хозяев было сразу 10 собственных воспитанников, что считается настоящим рекордом. Иртыш довольно уверенно переграл бейбары и содержал первую победу в чемпионате. Дмитрий Тесленко оформил дубль, Артем Семенкаев два заассистировал партнерам. В одной из атак принял участие голкипер-повладарца Вячеслав Нечвенко. Он к тому же отразил 50 бросков. Отдельного упоминания достойны болеточки, они были бесподобны. Игра была очень тяжелая, но все благодаря им. Вот правда, сколько народу пришло, прям кайф играть при таких трибунах. Прям, это наш шестой игрок и прям действительно легче играть с ними, когда они поддерживают, гонят нас. Прям классно. Это все благодаря им. Спасибо большое. Вот все, вот они стоят. Так что с победой. Это их победа тоже. Иртыш нанес бейбары с уже третье поражение в сезоне. Впереди повторный матч между этими командами. Очередной рекорд в хоккейной лиге Казахстана. Ташкентский «Хумо» не пропускает на протяжении уже 240 минут. Причем команда обыграла двух других грандов на маты Сарарку. Горняк начал сезон с трудовой победы над Кулагером в Петропавловске. Успех рудничанам принесли точные броски Дениса Гурева и Александра Ханжина. А также 30 отраженных бросков в исполнении Владислава Нурека. Автором первой шайбы в составе хозяев стал Иван Казаченко. А кто бе на выезде был сильнее торпеда 1-2. А вот футбольный клуб «Аксу» сегодня сделал важный шаг на пути к сохранению прописки в главной лиге страны. Начало матча для нашей команды просто шокирующее. Пока болельщики занимали места на трибуне, повладарцы сразу же после стартового свистка остались десятером. За грубую игру, получив красную карточку, поле покинул Анатолий Красотин. Сценарий, который хозяева явно не предвидели, перечеркнул дальнейший ход поединка. Гости, имея численное преимущество, обрушили прессинг на ворота «Аксу» и на 34-й минуте забили гол. Отличился Сагисовет. Пропустив повладарцы, словно растворились на поле, а футболистов «Гжитпеса» напротив динамично прессинговали ворота «Аксу», не давая игрокам возможности покинуть свою штрафную. С атакующим натиском, правда, хозяева справились, однако забить самим не удалось. Поражение 0-1, которое еще больше усложнило задачу для нашей команды. До финиша в премьер-лиге осталось четыре матча. Дубль Александра Бовкуна приносит победу резервистам «Аксу». В 18-й тур первенства республики среди команд второй лиги наши футболисты провели в гостях. Соперниками повладарцев были игроки «Житпесу-М». Результат матча футболисты «Аксу» обозначили уже в первом тайме. Гости без разведки винулись вперед. Вот, как всегда, активен на своей позиции был Александр Бовкун, лучший форвард нашей команды. Доставил немало хлопот об орудии резервистов «Житпесу». Ворота соперника нападающий распечатал уже на седьмой минуте. А спустя шесть минут вратарь «Семериченцев» вынимал уже второй мяч из сетки. Александр Бовкуна оформил дубль и, как оказалось, установил победный счет в матче. Более часа хозяева пытались отыграться, однако все их попытки успехом не увенчались. Повладарцы в отличном расположении духа отправились домой. Автор забитых голов теперь занимает второе место в топ-листе бомбардиров. Лидер, правда, опережает намного. И, тем не менее, в турнирной таблице «Аксу» добавил три строчки. В дивизионе «Северо-Восток» уже досрочно выход в первую лигу оформила команда «Талгата» Байсуфинова «Улытау». Далее идет столичный «Фэмили», дублеры «Алтая» замыкают тройку. А наши футболисты поднялись с седьмой на четвертую позицию. Интересная борьба разворачивается в первой лиге чемпионата области в формате классических шахмат. Участники бьются за право попасть в финальный этап без дополнительного отбора. Турнир «Повладар Оупен» состоится в конце октября. Ожидается большой состав приглашенных гроссмейстеров, в том числе наших – Дениса Махнева и Элишера Сулейменова. А сейчас интеллектуалы на местном уровне выявляют сильнейшего. Прошло пять туров, минимальные потери – в пол очка у четырех игроков. В этом квартете уверенно держится опытная Елена Анкудинова. Тем временем пляжный футбольный клуб «Арман» с победы стартовал во втором туре чемпионата страны. Игры важного этапа принимает город Конаев. В матче-открытие «Повладарцы» встречались с коллективом «Омега» из города Тарас. Уже в первом тайме подопечные Булат Аленова сняли все вопросы у победителей. Точными ударами отличились Ершин, Минбаев, Макагон и Муратулы. Раз приехали, нужно обыгрывать всех соперников и заполучить очередной титул чемпионов Казахстана. А это 15-кратные чемпионы. Это будет юбилейный трофей. Так что ребята все понимают и нужны, и нужна только победа. Бенбек Буралинов своим дублем подвел итог поединку 6-4. Победа подняла настроение «Повладарцам». Впереди основные поединки за золотые медали. Благодарю Артема. Мы продолжаем выпуск. Не спешите переключать, потому что впереди специальный информационный блок. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! С вами снова я, Адина Есенова. И сегодня настроение отжигать. Ну а самое подходящее место для этого – ресторан огней. Добро пожаловать! Обычно красивый наряд создает отличное настроение. А тут наоборот. Вкусная еда огней сделает вашу встречу яркой и запоминающейся. Восточная, грузинская, европейская. Кухня выше всяких похвал. Но обо всем по порядку. Сразу отмечу, что ресторан высшего класса. Это заметно по оформлению и декору заведения. Мгновенно я ощутила те самые мурашки, случающиеся от созерцания прекрасного. Кто сказал, что ресторан не может быть таким? Просторный общий зал этому подтверждение. Вы только посмотрите! Столики со стильными диванчиками, роскошные кресла. Рядом бар, где вам приготовят любой коктейль. Сцена, на которой по пятницам и субботам играет живая музыка. Дискотеки каждый день. Готовы удивляться дальше? Ведь тут есть еще кое-что. Только представьте, выделен целый этаж для более уединенного и комфортного отдыха. Там находятся 4 караоке-комнаты. Первые две по стандарту называются VIP1 и VIP2. Убранство внутри тянет на соточку из 100. Одним словом, роскошь. Следующая лофт. А рядом и караоке-рум. Оформлены эти комнаты современно и не броско. В общем, система посадки от 10 до 60 человек. Подробности вы всегда можете узнать лично, обратившись в огни по адресу улица Сибирская, 116-1. Кстати, не стоит забывать и об уютной террасе, которая работает до глубокой осени. Внутри красивое, респектабельное и, что самое главное, тепло. На территории расположена игровая зона, поэтому малыши всегда найдут, чем заняться. Внутри ресторана также есть детский уголок. Не упустите шанс провести время в потрясающей обстановке. Довольны будут все, не сомневаюсь. И самое приятное напоследок. С понедельника по пятницу 20% скидка в определенные часы. С 13 до 17.00. Не перепутайте. Скидка для именинников в 10%. И, как говорится, разрешите себя отхабибезить и не только. Ведь ресторан Огни знает свое дело. Как вам такой план мероприятий? Хорошего настроения? Увидимся через неделю. И помните, что Огни гарантирует вам самый лучший отдых. Вот таким был сегодняшний день. Он уже история. Запомните его. А в студии для вас работал Владимир Чубенко. Новостей на сегодня больше нет. Желаю приятных выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин